Какие-то чудеса творятся в нашем королевстве. Малюсенькая портативная колонка, которая выдает невероятный мясистый бас, при этом может играть под водой, имеет вращающуюся ручку громкости, стереозвук и может образовывать стереопару. Обо всем по порядку. Привет, друзья. Совершенно удивительно, насколько далеко вперед шагнуло производство портативного аудио. Те, кто на меня давно подписан, знают, что я очень люблю вот такие винтажные классические магнитолы, у которых прекрасный звук. Но, сами понимаете, размер у них большой, в рюкзак не положишь, на велосипед не закрепишь. Конечно, хочется портативности, не теряя в качестве звука. И, как правило, рынок нам предлагает вот такие маленькие колоночки. Они, конечно, удобные в переноске, но звук у них так себе, а басов вообще нету. Тем удивительнее, что на рынке сегодня появляются вот такие продукты, которые имеют небольшой размер, но при этом басят, как настоящий бумбокс. Многие подобные устройства, на первый взгляд, очень сильно похожи друг на друга, но на самом деле кардинально отличаются не только по цене, но и по качеству звука. Вот это продукт компании Tronsmart. Производитель недавно появился на рынке, но уже завоевал популярность. У меня есть вот такие наушнички этой компании, я пользуюсь ими уже продолжительное время и очень доволен. Что касается колонки, то я бы сказал, что это сегодня топ, просто пушка-бомба, как говорят. Если вы посмотрите AliExpress, то там продажи исчисляются тысячами и много очень хороших отзывов. Действительно, колонка по-своему уникальна, но давайте поговорим обо всем по порядку. Прежде всего, это мощность. Целых 30 ватт. У нее такой бас, что вообще мама не горюй. Я не понимаю, как они смогли это сделать в таком маленьком корпусе. А если вы поставите вторую колонку, и забегая вперед скажу, что две колонки могут образовывать стереопару, то есть вы получаете как бы музыкальный центр, то это уже будет 60 ватт. Ничего себе. Как вы понимаете, описывать качество звука словами дело совершенно неблагодарное, поэтому мы ее попробуем сегодня послушать. Для этого я воспользуюсь профессиональным аудиорекордером Zoom H4n, на котором установлены высококачественные стереомикрофоны. Вообще, до недавнего времени классические китайские колоночки играли очень посредственно с явным отсутствием баса. Но эта штука звучит принципиально иначе. Ничего себе качает, да? Вот это бас. Как же они смогли уместить в такую маленькую коробочку такое глубокое звучание, да еще по цене там 3000 рублей. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, здесь снизу имеются резиновые ножки. Для чего? Все дело в том, что правильная ориентация колонки на самом деле не горизонтальная, а вертикальная, потому что снизу расположен маленький сабвуфер. Он передает низкие частоты той поверхности, на которой колонка стоит. В данном случае у меня деревянный стол, и он становится как бы резонатором. Поэтому колонка, установленная на такой поверхности, в значительной мере усиливает звучание низких частот. Если вы смотрите этот ролик на смартфоне, вряд ли вы это услышите. Поэтому нам в этом деле поможет обычный блюдце. Продолжение следует... Танцуют все! Любопытно, что производитель заявляет звучание полностью по кругу, 360 градусов. Как же они этого добились? Обычно в подобных колонках устанавливается один динамик спереди. Ну, сзади бывает еще пассивный излучатель. Здесь же установлено два стереодинамика, и они смотрят в разные стороны. За счет этого получается такой эффект, что как бы вы колонку не повернули, нет ощущения того, что звук от вас отвернулся. То есть действительно, в любом положении звук звучит максимально полноценно. И что еще более интересно, колонка является стереофонической. Несмотря на свою цилиндрическую форму, левый канал с одной стороны, правый с другой. Если ее поставить перед собой, то действительно ощущаешь стереообъем, и это очень непривычно для колонки такого форм-фактора. Но, честно говоря, надо отметить и один небольшой инженерный недочет. Все дело в том, что если повернуть колонку кнопками к себе, то каналы становятся перепутаны. Левый играет в правом ухе, а правый в левом. Чтобы звук сориентировать правильно, колонку нужно отвернуть кнопками от себя. Ну, как-то это противоестественно. Я надеюсь, что, может быть, инженеры меня услышат и исправят это в новой ревизии. А вот такая своеобразная шайба, которую можно вращать и менять уровень громкости, это вообще просто зачет. Очень классное и удобное решение, а в сочетании с красивой RGB-подсветкой огонь. У светодиодов есть несколько режимов работы, которые меняются в зависимости от настроек эквалайзера, которые, кстати говоря, здесь тоже есть. Плюс фирменная технология SoundPulse. При нажатии соответствующей кнопки звучание заметно преображается. Аудио можно воспроизводить с карты памяти, но, мне кажется, более приемлемый вариант – это передача по Bluetooth версии 5.3. Частотный диапазон акустики заявлен от 60 Гц до 20 кГц. Несмотря на то, что ручка громкости крутится бесконечно, но она пиликает в крайних положениях при максимальной и минимальной громкости. Это помогает соориентироваться в ее настройке до того, как вы включите музыку, например, ночью, чтобы кого-то не разбудить. Очень удобно, что здесь нет металлической сетки, а колонка покрыта просто таким мягеньким материалом, то есть она не боится механических повреждений, и в дороге с ней ничего не случится. Но, кроме того, здесь заявлена водозащита IPX7, то есть ее можно погружать под воду до 1 метра до 30 минут, представляете? То есть, если вы ее оставили под дождем, в принципе, с ней ничего не случится. В чем сложность создать портативную колонку с глубоким выразительным басом? Прежде всего в том, что обычно в таких колоночках очень маленькие динамики, они не способны передавать низкие частоты. Ну а здесь применен ряд классных решений. Прежде всего, у нижнего динамика сабвуфера имеется очень мягкий подвес, который увеличивает ход движения мембраны, что благоприятно влияет на передачу низких частот. И второе, здесь применен алгоритм тонкомпенсации. Зачем это нужно? Даже если мы создаем колонку с динамиком, который передает хорошо низкие частоты, то при увеличении громкости на нем появляются искажения, дребезжания и, в общем, ничего хорошего. Но здесь специальная программа, специальный алгоритм, при увеличении громкости он понижает количество низких частот. Таким образом, колонка звучит и на большой громкости отлично, без перегруза, без хрипов. И чем ниже громкость, тем более благородным и басистом становится звучание. Форма корпуса и диаметр колонки созданы таким образом, чтобы ее можно было легко разместить в подстаканнике в автомобиле, в креплении для бутылки в вашем велосипеде или в кармашке рюкзака. И это очень удобно. Одна из самых классных функций в этой колонке, которая лично мне очень нравится, это то, что два таких устройства можно объединить в стереопару. То есть вы получаете такой музыкальный центр с объемным звучанием. Еще недавно вот в таких вот штуках ничего подобного нельзя было сделать. Но тут это возможно. Для этого мы просто берем две колонки. Я напомню, что стоят они недорого, порядка трех тысяч рублей. Цена, в общем-то, демократичная. Подключаем их обе к смартфону, переводим в режим стереопары, и мы получаем совершенно фантастическое стереофоническое звучание. Чек, чек, чек. Левое, 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 ухо, правое. Правое, ухо, левое, правое, правое, ухо, левое, правое, ухо, левое, правое, правое. Центр, центр, левое, правое, ухо, стерео. Это очень классно. Поставили у себя перед компьютером, или в гараже, или в мастерской, разнесли в разные стороны и получили великолепное басистое звучание. Или, например, вы водитель. В служебной машине, в которой нет звука. Или каршеринг, да, там обычно магнитолы очень посредственные. Взяли одну колоночку в левую дверь, в подстаканник, другую в правую и получили полноценное Car Audio. Как вы, наверное, знаете, для YouTube ролика нельзя взять просто любую первую попавшуюся музыку, так как она защищена авторским правом. Поэтому сейчас я вам показываю звучание колонки на примере музыки моего старого приятеля и очень талантливого музыканта Synthetic Sax. У него есть отдельный YouTube канал, ссылка будет в описании, если вам интересно, сходите, послушайте, я думаю, вам понравится. Внутри установлен литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч и заряжается колонка через разъем USB-C. Время звучания заявлено до 12 часов, а заряд выполняется в течение 3 часов, то есть нет быстрой зарядки и на YouTube канале о литиевых аккумуляторах, как мы, конечно, знаем, быстрая зарядка это плохо для аккумулятора, поэтому в данном случае батарейка эксплуатируется в щадящем режиме и прослужит долго. Я пытался дать колонке на зарядку большой ток, но она в любом случае берет не больше 1 А, это отлично. Есть, конечно, фирменное приложение, его использовать не обязательно, но если вы его поставите, то сможете еще дополнительно управлять эквалайзером, приподнять басы или высокие частоты, ну, по своему вкусу. Здесь же можно посмотреть уровень заряда батареи и обновить прошивку. Из недостатков, ну, я бы, наверное, посоветовал производителю более грамотно сделать автовыключение. Оно здесь есть, и колонка сама выключается при потере связи по Wi-Fi. Но я имею в виду чуть-чуть другое. Вот, например, у меня есть такая колоночка Philips P9, у нее автовыключение сделано интересней, она сама выключается, когда прекращается воспроизведение аудио. Это очень удобно, потому что на подобных колонках я зачастую слушаю какие-то аудиокниги или подкасты перед сном, просто ложусь и под них засыпаю. Когда файл закончился, звук перестал воспроизводиться и колонка сама выключается. Здесь же такого не происходит, пока держится Wi-Fi сопряжение, то колонка будет работать. Это, конечно, минус. Вот, я бы сделал автовыключение по окончанию воспроизведения звука, это было бы очень удобно. Удобно, что здесь есть встроенный микрофон, то есть вы можете принимать звонки и общаться с помощью такой колонки. Как вы это делаете при обычной гарнитуре. Но еще одна очень классная функция, которая мне нравится, это возможность вызывать голосового ассистента прям во время воспроизведения музыки. Ну, там, Siri или Alexa, у кого что стоит в смартфоне. И, по сути, эта функция превращает нашу колонку в аналог колонки от Яндекс.Алиса. Смотрите, нажимаем. Расскажи что-нибудь интересное. Любопытный факт. Щенки открывают глаза только на 10-й день после рождения. Мой обзор этой классной колонки подошел к концу. Ссылка, где купить, будет в описании. Если вам нравится то, что я делаю, если вы узнаете что-то новое и полезное для себя, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok